Гелиос IT Solutions. Больше времени на отдых. В ближайшее время в России может значительно увеличиться популяция пингвинов. По крайней мере, виртуальных. Именно пингвины стали символом операционной системы Linux. Она относится к свободному программному обеспечению. А значит, ее можно распространять или менять, не опасаясь нарушить авторские права. Именно этих преимуществ лишены лицензионные программы. Покупка лицензии требует больших денежных затрат. А срок действия такого программного обеспечения, которое в свое время было закуплено для государственных органов, подходит к концу. Поэтому Linux представляется выгодной альтернативой. Необходимость перехода на СПО признают на самом высоком уровне. Первый вице-премьер правительства РФ Дмитрий Медведев неоднократно заявлял, что до 2010 года в России должна быть разработана собственная операционная система. Это поможет обеспечить эффективную работу государственных органов и бюджетных организаций. Движение в этом направлении уже есть. В российские школы начали поступать комплекты свободного программного обеспечения на базе операционной системы Linux. В государственном конкурсе на поставку пакета СПО на базе Linux для российских школ победила группа компаний Armada. Тендер был проведен в ноябре 2007 года. Компания Armada объединила в консорциуме все компании, которые могли бы помочь в реализации столь сложного проекта. Это и компания Linux Inc., и компания Linux Online, и компания Alt Linux. Это известные линуксоиды. У каждого из них есть свои дистрибутивы. И вот, собственно, эти дистрибутивы и вошли в основу подготовленного комплекта программного обеспечения для школ. Тестирование пакета программ проходит в так называемых пилотных регионах. Первый из них – Пермская область. Учитель средней школы Александр Поносов стал одним из национальных символов движения за СПО в системе образования. Школа будет сама уже решать, что, в принципе, нормальное явление – покупать программу за деньги или ставить аналог. Существуют, по крайней мере, достойные аналоги, только многие о них не знают. Даже уже рекомендации есть и Министерство образования, и правительство. Тысяча школ выбирались по следующим принципам. Это 50% городских школ и 20% сельских. Всего пилотных регионов три – Татарстан, Пермский край и Томская область. В школьные СПО вошли четыре конфигурации Linux. Они позволяют запускать операционную систему на компьютерах с оперативной памятью 128, 256 или 1024 МБ. Также существует Linux-терминал. Этот дистрибутив устанавливается на сервере. Таким образом, компьютеры с памятью от 32 МБ смогут работать в нормальном режиме даже при запуске сложных программ. В случае успешной реализации пилотного проекта и доработки дистрибутива, к концу 2009 года пакет с альтернативным ПО будет поставлен в каждую российскую школу. Сейчас мы пилотная школа. Этот программный продукт находится в апробации. Будет у нас учиться системный администратор первый, ну и, конечно, группа учителей. До детей дойдет Linux, я так думаю, в 2009 году. Потому что по приказу, который мы получили, именно в этом году будут снабжены все школы, общеобразовательные учреждения этим продуктом. Пакет СПО включает в себя офисные и мультимедиа приложения, а также программы по различным школьным предметам. В целом это все ориентировано, в первую очередь, на творчество, исследование, я бы сказал, очень часто на инженерную такую составляющую обучения, когда все можно разобрать по винтикам. Нет для ученика, нет никаких ограничений. Он может узнать, как что устроить. С этой точки зрения, свободного программного обеспечения, нет альтернативы и, собственно, практически во всем мире это понимают. Я надеюсь, что и наши школьники, они сами это поймут и заинтересуются. И учителя, соответственно, нас поддержат. Адаптация не нужна под детей разного возраста. То есть интерфейс достаточно понятен для любого возраста, что касается учителей, что касается пятых, десятых, одиннадцатых классов. Внедрение СПО началось в системе образования, но продолжится и в других госструктурах. Масштабный перевод государственных органов на использование СПО начнется в 2010 году. По разным данным, сегодня в Российской Федерации насчитывается около 25 миллионов персональных компьютеров. На подавляющем большинстве этих компьютеров установлено программное обеспечение американской компарации «Пайкерсов». Поэтому сегодня мы не в состоянии защититься от кибератак со стороны Соединенных Штатов Америки. Поэтому выход только один – обратиться к свободному программному обеспечению и, в первую очередь, к «Клинусу». Ирина Шугурова, Иван Болков, телеканал «Синьюз ТВ». Ваш бизнес – хорошо работающая машина. Двигатель. Колеса. Подушки безопасности. И есть тот, кто приводит все это в движение. Без него ничто не тронется с места. Но со временем, как и машина, бизнес требует больше ухода и времени. Конечно, все можно выгодно продать. Но лучше провести тонкий и вдумчивый тюнинг. Компания «ПМ-Эксперт» – лидер в области управления проектами. «ПМ-Эксперт» – консалтинг, аутсорсинг, обучение. Теперь у вас есть время на другие увлечения. «ПМ-Эксперт» – увеличиваем обороты.